Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы решили озвучить, потому что многие не знают об этом, что в Патеряльке были занятия тематические по темам, что случалось с названием имен, все тут можно доказать. Ну, большие занятия, больше часа каждое занятие, они проводились не в храме, а прямо в лагере или где-то, поэтому можно назвать было имена. Эта тема называется «Выбор друзей». Что Библия говорит о выборе друзей? Нужны ли друзья, и что об этом говорит Священное Писание? Было ли что в вашей жизни такое, что вы пожалели, что у вас такие друзья есть или были? Эти темы, я их составлял, во время интернета никакого не было, а потом пришлось все это набирать, проповеди записать. И вот эти занятия записал Игорь Барабаш, кассетные, такие у меня ничего не было записывать. А потом сделали вот такой магнитопон, чтобы ногой я мог двигать и переписать. И все пришлось переписать. С другом интимные отношения. Это греческое слово сегодня большинство людей понимает только в сексуальном плане. А в действительности это означает доверительное, таинственное общение, близкое во всех отношениях, и в производственных, и в торговых делах. Библия предупреждает, чтобы не каждому человеку мы доверяли все. В книге Серахов это одна книга. В интернетной версии, тут, ну, можно брать ниже, не одиннадцатая глава, а десятая. Посели в доме твоем чужого, и он расстроит тебя смутами и сделает тебя чужим для твоих. Напоминает о таких друзьях по несчастью, бытие 38-20. Иуда же послал козленка через друга своего, одоломитянина, чтобы взять залог из руки женщины. Но не нашел ее. Тоже друг был, в блуде помогал. Вот тут правнуха Авраама употребила это слово в общепринятом нынешнем значении. Иметь друга в интимных делах. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. И бывает друг более привязанный, нежели брат. Притча 18-25. Из этого стиха Библия научает пути, как приобретать друзей. Без друга очень трудно, как с одним пальцем на руке. Одним пальцем только разве у носу ковырять? Два пальца, это уже можно крестное знамение сложить. Три совсем хорошо, кукиш можно сложить врагу. А пять? Печатать легко. Есть притча о пальцах, о том, как хорошо жить вместе. Интересная жесть есть? Иаков Персянин. Ему пальцы рубили, он на каждый палец сделал вставку о Святой Библии. Вот я все время подтверждаю. Видите, как занятия идут? Библия, на первом месте Святая Библия. Рубят один палец, он слава единому в два, двум местиствам, три, Святой Троицы. Соломон нашел много сравнений дружбе. И Давид дал такое сравнение. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аронова, стекающий на края одежды его. Псалом 132. Всем ли понятно такое сравнение приятности дружбе братской? Сухие волосы на голове, на бороде часто торчат в разные стороны, как у взрывовшеного воробьишки. Но когда они смазаны елеем с маслом, то прилегают волосок к волоску. А сегодня как? Как еле, стекающий на бритый подбородок и на галстук, тут никакого единения нет, все разъединенное. Это удавка-то масонская, сатанинская. Нацепили ее. Дружбы какие бывают? Самые прочные и самые непрочные. Это мое исследование вовсе не полное. Это одному человеку не под силу. Но немного можем соприкоснуться с Библией, с примерами из житий святых. Нужно еще посмотреть всю мировую литературу, классиков. Мне совершенно неизвестно, что говорит о том буддизм, конфуцианство, мусульманство. Но главное все же можем узнать, для христиан что необходимо. Думаю, что Библия вполне достаточно, чтобы показать, что дружба это великий дар Божий. Дружественный человек живет здесь, можно узнать не потому, что у него нет врагов, а как раз потому, что есть ли у него враги. Но одновременно есть и друзья у таких людей. Если человек живет бирюком, забился, то у него нет ни друзей, ни врагов. Уметь нужно прощать, за всякое слово сцепляться. Есть люди, которые как бы запрограммированы на конфликтную ситуацию. Чуть-чуть не по его, и он уже готов дать сдачи. Например, оттолкнули человека в транспорте. А ответ грубости вызывает и вторичный ответ. Ходи пешком или имей свой личный транспорт. Толчок, кровь и рядом маящит смерть. А если разобрать, какие тут были варианты возможных продолжений на первый толчок-то. Попросить прощения или с юмором ответить. Или вот у меня в лагере сидит здесь со столом несколько детей. И нет ни одного, ни конфликтного. При этом самое опасное, это дети, рожденные в христианских семьях. Это вам урок. Кто крещен, это самые негодные дети. Слушайте, христиане, где верят по традиции, там дети безнадежные. И делаю вывод, что крещение детей не на месте. Вход в церковь у нас православных совсем не на том месте. Пока нет у родителей глубокой веры, нужно прекратить полностью крещение в младенчестве, в детстве. Но это слова, по-прежнему все крестят. Дети из священнических семей самые негодные. Это в лагере, я уже наблюдаю. Все-таки тогда было меньше, но еще уже 44 года. И этот вывод я делаю не на одной сотне детей с разных концов страны в течение 26 лет. Дети из христианских семей, казалось бы, будут примером для неверующих. Но у них ни в разговорах, ни в поведении, ни в работе нет ничего христианского. Не могут же родители быть довольными своими такими детьми. Наглые, циничные, хамовитые. Если хотя бы один родитель верующий, то тогда что-то немного есть. Но если оба верующие, то дети как-то вывернуты на зло. Требуется исследование. Дмитрий Дудко сказал, никто еще не написал психологию неверующего человека. Я промолчал тогда. Дома стал смотреть. Оказалось, что нигде не написано, что и как думают, размышляют неверующие в трудные и критические моменты своей жизни, перед расстрелом, перед катастрофой. Про верующих написано 1273 биографии в житиях. Но что можно сказать о том, кто и душу-то свою грешную вообще отрицает как таковую? К примеру, к нам приехала комиссия от Сурикова, это глава администрации края, губернатор, с его замом Тарабаевым. И уже было решено отдать нам землю. И в одну ночь они как-то все и скрутили, и извертели. Абсолютно бессовестные люди, безбожники. Приезжал туда Метелев, глава района, гладышем директорства, фоза, который грабит наши земли, хозяйщит наисконно наши потеряевские земли. Все такие дутые, сытые, довольные. Как, о чем они разговаривали-то? Едут сюда, в отдельной машине. Были начальники земельного отдела. И как и что они говорили, что у них было в душе, что так вот все сделать наоборот, отсказанного, написанного имя же ранее того. Хотя батюшка слышал их разговор через забор, когда они шли мимо, что рано или поздно наши земли все же надо будет нам возвращать. Оказывается, нет такой книги о психологии неверующего. Из священнических семей дети лживые, лукавые, ленивые. При том, что эти дети добрых священников, ни пьяниц, ни блудников, ни воров, настоящих пастырей. Дети из неверующих семей лучше выглядят и лучше поступают. Я свой опыт даю. Исследуя о дружбе, я нашел, что самая прочная дружба это идейная. Речь о бороде. Если кто отпустил бороду не по убеждению, то проходит некоторое время и вдруг этот человек приходит, блестит, как и цыголовый в мавзолее. А где же борода? Да я ее попробовал, она рыжая и я ее сбрил. Или на работе что-то сказали, или заболел, или еще выверт подходящий. То есть жена главная начинает тут. Вот это бритье это блудодейная ересь, блудодейная. Даже мать и та против бороды восстает у таких людей. Страха Божия нет, идеи нет, вот и крошится все. А если есть вера, и ты знаешь, что бороду нельзя трогать, то ты даже не помыслишь в этом искать плотскую красоту. Это все то, что на пленку было записано, и потом мне пришлось перепечатывать уже на компьютер. Дружбу великую сравнивает с самой большой любовью, с непреодолимым желанием мужчины к женщине. Это как тяга к вену в бедствии, когда криком кричит человек «Дайте мне выпить». Второй царь, первое, «Скорблю я тебе, брат мой, Янафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя была для меня превыше любви женской». Песня четвертая. «Ох, как любезны ласки твои и сестра моя невеста, ох, как много ласки твоей лучше вина, и благовония мастей твоих лучше всех ароматов». В то время еще поисковика не было, компьютера не было, что-то сам помнил, что-то по симфонии искал, а по неканоническим книгам пришлось наизусть уже все искать, потом самому составить симфонию на них. Согласно священного писания, находим, что самая ненадежная дружба это дружба мужчины и женщины. Редко-редко встречается дружба до конца. Стал исследовать, почему так, и нашел, что причина только одна, стоит не на месте женщины, не в подчиненности. Муж, глава, жены, это закон Божий. Что принадлежит голове? Зрение, слух, обоняние, вкус. Жене остается осязание. На ощупь бредет женский организм. В жизни ей нужен водитель, добрый, верующий. Жене учить не позволяют, говорит апостол. Где это? Да во всех мировых религиях. Под Савом, под Паранжу, замуровали ее, и разводы кончились. Рожает, как и потребно по природе. Аллаху пять сыновей подарить. Никаких измен, никаких абортов, никакой ревности. Чуть она только из-под Паранжи выскочила, змей ей тут же навстречу бежит. Муж прокричал три раза через забор. Я развожусь. Ужал, в дом она не имеет права заходить. Все, что на ней, серья ожерелья, с этим и вылетается. Поэтому надо сидеть тихо. Была в раю дружба со всеми животными. Адам гладил льва, ласкал птиц. Адам давал животным название пророчески, провидии и характер. И не нашлось, кто бы удовлетворил его. Тогда Бог сотворил подобного ему самое дорогое и близкое. Кость от кости, плоть от плоти и сделается самым лютым врагом. Сколько трагедий на этой почве. Одно это убери и, наверное, 95% песен исчезнет. Мужчина и женщина. Притча 16. Человек коварный, сеет раздор и наушник разлучает друзей. Вот в интернете наушники. У меня тут недругов много, особенно священники лютуют. И узнают, кто у меня в друзьях, в моем мире видно. И на них сразу выходят и заливают их грязью. Разлучают. Чисто демонический настрой. Притом это разницы никакой бы не было. Нет. Людей они не учат, паства не ученая, а именно погубить. Найти и погубить. Волки лютые нещетящие стадо. Попутно сказать. Были друзья, был священник, хорошие беседы. Приезжаю летом, как осатанел. Давай искать наши ролики, девять роликов. Найти и уничтожить их. Уж называть не хочется. Ладно, но это для общего. Дружба не нравится дьяволу, и дьявол всегда подсылает наушников, разлучающих друзей. И они нашептывают. Я знаю, я видел. Самые отъявленные враги бывают из прошлых друзей. Например, вы знаете, что у нас есть детский православный трудовой лагерь Стан. Я живу недалеко от Покровского собора, и нам удобно назначать встречу с теми, кто думает привезти детей в лагерь. Вы знаете Славу Старкову, он ушел в московскую патриархию, стал там священником. И не просто хулиганом стало, как разбойник на нас кидается. Хотя его к этому никто не уполномочил. Секретарь Марина Дымнова выходит с папкой записать детей. Стоит на другой стороне дороги от храма в магазин. Но нас видно из старушки храмовой. Там в старушке священников никогда не бывает. Но он там сидит и ждет в 6 часов вечера, когда у нас будет идти запись. И выскакивает, несется к нам. Бежит, крест мотается у него, нападает на нее и кричит как ума помешанный. Не слушайте ее, они сектанты, они еретики. Вообще приехал к нам сюда, ни разрешения не было, ничего, но потом как-то все это уладилось. потом говорить даже страшно, какие грехи потом полезут из него. То есть к священству там за пушечный выстрел нельзя было поступать. Залез туда, но потом как-то сгладилось все это у нас все равно. Стали более мирные. И притом никто и никак его не задевает. И уже при погрузке детей в автобус он пытается помешать. Но тут уж мужики его погнали. Может дать тебе щелкушку, чтобы изрезы вылетел? А ведь мы его приняли как человека, когда он с нарушением всех правил приехал и плакал, прося принять его, а сам все еще курил и был выпивши. Дети из семи верующих настолько тянутся к неверующим и потом к худшим, что их боишься. Через верующих детей я начинаю выявлять опасно безбожных детей. Сталин в семинаре учился, Каганович окончил, Гитлер пел в церковном хоре. Кому дети верующих льнут, там уже я знаю, есть беда, курят, матерятся. С этими они и дружить хотят. Птица светается к подобным себе. Притча 17.9 Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Уже приобретенного друга нужно беречь тщательно, уметь себя самого смирять, смягчать. Если против тебя твой друг погрешил, поступил неправильно, прости ради друга. Если за одно и то же действие будешь десятки раз тыкать его, то как же он удержит тебя возле себя, если он уже тебя боится. Тебе друг нужен или что-то другое. Если возможно его приобрести, то это возможно только любовью, не потаканием. Алексей Марков пишет, если все ладно да мило, смотри, получится не дружба, а мыло. Притча 26.19 Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрела и смерть, так человек, который коварно вредит другу, а потом говорит, я только пошутил, на меня нападает, вчера были хорошие отношения, и вдруг восстают, особенно из миссионерских отделов, вот эту беду сотворили в патриархии, миссионерские отделы, чудо, да какие отделы, иди и проповедуй, но не создают отдельно отделы где-то чтобы научить человека есть, научить дышать отдел, как дышать, ну знаешь как, приседай там и отдел миссионерский, это естественная потребность христианина говорить о Боге, они там лютуют, думают им должно, а привезти то никого не могут, вот приехал сейчас Яким Парк, с Ярхи мандрит, с Америки, так они прямо на него священники лютые, Глеба Грозовского там сжирают, на кого только не было, у кого не видишь там приезжал Филипп из-за рубежа, хорошие отношения, поэт, сожрали, зависть съедает, а как они мне будут не завидовать, то у них ничего этого нет, поставлен фильм о Лермонтове, как он буквально всех заедал, даже друзей, притом без причины, и наконец от одного своего друга и получил пулю в лоб от Мартынова, а одиночество приводит к такому концу, у верующего такого быть не может, так унаться, но умерла любимая девушка, и он ничего не стал подобного делать, омолился и надеялся навстречу, а вот как у Релеева, тот вывел из себя даже дядю, который помещал его отдать под трибунал или расстрелять за злобные эпиграммы, вот поэтому и говорит Серахов 33, насмешливый друг, тоже что ярый конь, который под всяким седоком ржет, в Библии, наверное, 32 глава, когда человек судит другого, хотя бы осуждаемый про то и не знал, то тот, кто судит, он уже не может прямо смотреть, открыто разговаривать с ним, и смотрит недоброжелательно и осуждающе, вот на меня нападает, которая как-то с миссионерским отделом связанная, столько коварств и хитрости, с одним таким беседовали, хорошие беседы были, 9 роликов, Великий пост идет, прошу уже говорил, но не хочу назвать, давай гоняться, убрать, взламывает там что-то в администрацию, пишет, свои ролики, свои, чтобы, я-то плохой, я-то псевдоправославный, псевдоеретик, там какой, миссионер, лжемиссионер, как они говорят, миссионерские эти отделы, ему надо это загладить, чтобы его там считали за своего, это даже у неверующих такого нет, даже ни один КГБшник на меня так не нападает, ни на один астик танк не нападает, только православные батюшки миссионерские отделы, почему, самотанк скопище легионы демонов, Серахов, 7-12 не выдумывай лжи на брата твоего и не делай того же против друга, не оставляй старого друга, ибо новый не может сравниться с ним, друг новый тоже, что вино новое, когда оно сделается старым, с удовольствием будешь пить его, друг не познается в счастье, и враг не скроется в несчастье, при счастье человека враги его в печали, а в несчастье его и друг разойдется с ним, я все время счастливый, у меня весело, так со мной в хороших отношениях с нами по Теряевку приезжает служить от Носковской Патриархии митрополит Сергий Иванников, прекрасные отношения, не то, что раньше были там с другими, которые бывают, но перед конец, под концом и тоже, даже Максим, который там в Ельце, где-то, Димитриев, и то приехал по Теряевку, Антоний Маседич был, так эти изберги рода человеческого нападают на него, что он все делает неправильно, видимо, в Патриархию на него жалуются, а на него вообще, он митрополит, они ничего не могут с ним сделать, вот сейчас прощенное воскресенье было, он обнимает, целуется, как на Пасхе, а это для виду, то есть это лицемер, я Иуда, поцелую, то есть что попало, почему? недостойно прищищаются сейчас-то, и демон ходит, и прищищают не люди, а черти в рот уголь толкают, прочитайте, за 19 января житие Макария Александрийска, он это видел, это я добавляю к этому, что было в 91 году занятие, а Златоуз говорит, что друг, это второй я, как будто я и не ухожу, моя мать будет допояна, докормлена, не обидать ее, все сын твой, он прямо говорит Иоанну, все матерь твоя, не дай бог, если сын растет хаму, тесняющей мать, да еще и друг такой же будет, то житья не взвидит, дружбы у бандитов не бывает, Серахов, 12, ни другу, ни недругу не рассказывай, если ты тебе ни грех не открывай, ибо он высушит тебя и будет остерегаться тебя и по времени возненавидеть тебя, высушил ты слово, пусть умрет оно с тобой, не бойся, не расторгнет оно тебя, расспроси друга твоего, может быть и не делал он того, а если сделал, то пусть вперед не делает, расспроси друга, может быть и не говорил он того, если сказал, то пусть не повторит того, расспроси друга, ибо часто бывает клевета, не всякому слову верь, иной погрешает словом, но не от души, и кто не погрешал языком своим, расспроси ближнего твоего прежде, нежели грозить ему, и дай место закону Всевышнего, вот на меня некоторые нападают из миссионерских отделов, а я не отвечаю, мне кажется, они меня испытывают просто, ну не может быть, вчера хорошие отношения, а сегодня он такие мерзости, говорит, уму непостижимо, но даже, как помешанный делает, а я только пошутил, бросает стрелы, это прямо говорится, так что, если не попадет материал, будьте осторожны, мне хотелось бы провести исследование по нашей маленькой деревне, кто с кем дружит, деревню напоминает маленький корабль, и здесь живет только так человек, чтобы он мог сказать, живя здесь, я приобрел друга, врагов-то, может быть, вы успели за это время приобрести, это я потеряю, с кем говорю, почти наверняка, а вот друга, а если нет, то надо исследовать, почему, есть близкие отношения у дяди и племянника, эти еще сходятся, но ведь дружба во Христе, это не то, что дружба по матери и отцу, не от похоти, не от крови человеческой, у нас по крови христовая дружба, это несравненно выше, чем плотская дружба, и рассуждая дальше, можем сказать, что если нет дружбы духовной, значит, или мы ее уже успели разрушить, или не имели, а значит, мы дети ни одного отца, зимой надо идти в окрестное село и проповедовать людям, общая работа объединяет, как у нас по новому дому для молитвы, нужно иметь большое дело. Серахов, 20. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния. Седающий хлеб мой мстивый языком, как счастлив, сколь многие будут насмехаться над ним. Серахов, 6. Боящийся Господа направляет дружбу свою так, чтобы каков он сам таким, делается и друг его. Вот что важно. Друг его таким же делается. Как-то были в епархии, там мне пришлось слово говорить при священниках, благочинные были. Я к ним, ну, они слово предоставили, я говорил один час, и, кажется, пять минут. Я говорю, вы хотите быть как мы? То есть они, вот мы не можем, как у вас община. А я говорю, а мы как вы не хотим быть, мы вас как чумы болотной боимся. Слово не держат. Договорились встречаться, вдруг нет. Вчера только сидели за столом, это священники. То есть самые ненадежные, дружба с ними очень опасная. На любом повороте предаст тебя. Но говорю не о всех, повторяю, не о всех. О тех, которые боятся за свое место, и не рожденные свыше. Если тайну открыл, то все пропало. Серахов 22, 27 главы. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. Открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей. А если откроешь тайны его, не гонись больше за ним. Но кто открыл тайны, тот потерял надежду для примирения. У сына Давидова Амнона был двоюродный брат Иоаннадав, второй царств 13. Человек очень умный, образованный, дипломированный. И он научил одной пакости его. И что из этого получилось? В конечном счете получилось так, что брат брата зарезал. В семье Давида, там ярлаш настоящий был, покоя, мира никакого не было. Иоаннадав насоветовал Амнону, этот совет закончился тем, что брат брату перерезал горло за то, что брат сестру изнасиловал. Вначале все выглядело так. Достигнута цель. Потом все кончилось ничем. Почему? Иоанн 6,27. О таких друзьях и говорит. Вы роете яму другу вашему. Когда пришли три друга, к нему, к Иоанну, как бы утешать, но стали обвинять ее в небывшем. Вчера вы были мне друзья, но сегодня вы видите, что меня постигла беда. Меня арестовали. И вы сразу же начали говорить. Не зря, дыма без огня не бывает. Но кончилось все тем, что Бог надавил на другую сторону весок и говорит, что Иоанн помолился за вас, иначе вам всем голову подрубаю. Люди рассуждают так. Раз Бог наказал, значит, тебе еще этого мало. Зря Бог не накажет. А говорит, ты видишь вора, сходишься с ним. Посыпались, как из рога, и забили обвинения за обвинением. Его не мог сатана победить, а друзья победили. Лживые друзья, лживыми обвинениями, выбивают самые последние надежды на исправление, на оправдание. Давид испытал эти превратности, превратности, и говорит о них. 54,13. Ибо не враг поносит меня. Это я перенес бы. Ни ненавистник мой велещается надо мною. От него я укрылся бы. Но ты, который был для меня, тоже, что я друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в дом Божий. Закрыть его надо. Так жизнь устроена, что большая часть Писания нам в жизни встречается. Многие бы мы много не понимали, если бы не жили среди искушений. Но когда узнаешь из прошлого, то и говоришь, ах, вот оно. У меня точно так же случилось. Вот так надо было бы мне сделать. Слово Божие, меч обоюдоострый. Меч за разделение души и духа и судит помышления, намерения сердечные. Вчера был друг искренний, а сегодня какая его муха цесе укусила. Дружбу человек не за один день устраивает, а теряет в несколько минут. не надо. Иов, 12, 4. Стал я для друга своего, я, который вызывал к Богу, и которому он отвечал посмешищем. Человек праведный, непорочный. Друзья предают друг друга. Друзья мои искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Давид испытал предательство друзей. Иные, наоборот, такие, как они сисфор в беде, познались еще более. Искал он Павла в тюрьме. Христос ли не творил добро, но рассеялись овцы. Бедные ненавидимы бывают даже близкими своими, а у богатого много друзей. Притча 14. У богатого есть возможность помогать другу, заботиться о нем. Богатство прибавляет много друзей, а бедное оставляется и другом своим. Притча 19. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Можно ни друзей, ни рублей не иметь. Из-за этого ты тоже ответишь, почему ты был недружелюбен. Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословищего. Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его. Притча 27, 29 глава. Дружбу свою нужно направлять так, чтобы от нее была польза во всех отношениях. Иногда глядишь, а друг сегодня смотрит не так, как вчера и третьего дня. Мой любимый, друг добрый. В чем дело? Да он же с моим недругом сидит не один раз за столом, там и поднабрался до приезлиха. С моим недругом они что-то шепчутся. Раз с недругом, значит он будет в тебя вливать столько, что ты не заметишь, что для доброго в тебе места нет. Поэтому, которые на вас нападают против нашей дружбы, то вы сразу в черный список заносите их. Ничего, кроме беды и пакости, они вам не принесут. Поношение, хамство, змеиный яд будут рекой шумной течь во все сосуды сердца и других частей тела, сердца. А что же тогда с этим, кто еще и не враг мне? Да то же самое, дружба наша пойдет по другой орбите. Тебя ждет поражение, только еще большее. Вот Забурамный Андрей, он на Украине где-то, священник, вдруг попросился в друзья, я ответил, а потом я ему стал скидывать материал, что крестить надо в полное погружение. И он в одну ночь меня возненавидел и всем дал объявление, кто с Игнатием Лапкиным в друзьях, того я выброшу, чуть не она передам. Такая ненависть. Скажи, как какой-то лесной хряк, вепрь на меня бросился. Ну и посыпались, сотни людей ушло. Ну а потом они стали заниматься на нашем, в моем мире это было. Ничего этого нет, и давай просите, говорят, приползли. Разве можно так доверяться? Это попы, они такие и есть, они завистливые, злобные, лживые, лютые волки называются. Повторяю, не все. Ну зачем же Павел так назвал бы их? А ты против священников. Я на практике показываю, как они ведут себя. Самые изменники вот в нашей дружбе именно попы. Приезжаю, летом ничего между нами не было. Люто нападают, других подбивают, выдумывают, соединяются с врагами, лезут, а сделать-то ничего не могут. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мной. Вы, дом Израилев, говорит Господь, так священники со мной. Это им буквально, притча 5.2. Держи дальше от нее, чужой жены, путь твой. И не подходи близко к дверям дома ее, в черный список ее. Вероломство это расторгается в одностороннем порядке и в других отношениях. Стремись другу сделать добро, пока он жив. В трудные моменты, когда людей натравили друг на друга, как в революции, подумаешь, что такого никогда не было в мире испытания. Но, оказывается, это уже было давно. Задолго до Христа и было сказано Иеремия 9.4. Берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы. Каждый обманывает своего друга и правду не говорит. Приучили язык свой, говорит ложь, лукавствует до усталости. Плачь Иеремии. Горько плачет он ночью, и слезы его на ланитах его. Нет у него утешителя из всех любивших его. Все друзья его изменили ему, сделали врагами ему. Серахов 6 подтверждает, что измена вчерашних союзников возможна при отступлении от Бога, как у нас при развале союза. Живущих с тобой в мире да будет много, а советникам твоим один из тысячи. Если хочешь приобрести друга, приобретай его по испытанию и нескоро вверяйся ему. Бывает друг в нужное для него время и не останется с тобой в день скорби твоей. И бывает друг, который превращается во врага и откроет сорок поношению твоему. Бывает другом участник в трапезе и не останется с тобой в день скорби твоей. В имении твоем он будет как ты и дерзко будет обращаться с домощадцами твоими. Но если ты будешь унижен, он будет против тебя и скроется от лица твоего. Отдаляйся от врагов твоих и будь осмотрителен с друзьями твоими. Верный друг крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Верный друг врачебство для жизни и боящиеся Господа найдут его. Яков говорит о невозможности сохранить дружбу с Богом если дружишь с миром. Иоанн 11 пришел к своим и свои его не приняли. Узнаем что Бог сам выбирает себе друзей. Высота дружбы определяется когда душу свою положишь за друзей своих. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Лука 11 Златоуст говорит что если ты сомневаешься в том что за тебя помолятся после твоей смерти то значит ты жил для себя и за это ответишь перед Богом почему не нажил друзей а то хвалится я люблю один быть. Приобретать нужно друзей не просто лишь бы дать что-то человеку и отойди от меня приблизь его душевностью расположением потому что ничто так не разделяет друзей как подозрительность у доброго и доброе даяние притча 27 масти курения радует человека так сладок всякому другу сердечным советом своим друг друг обязательно посоветует поддержит ободрит и какие бы беды ни были не покидай друга твоего и друга отца твоего и в дом брата твоего не ходи в день несчастья твоего лучше сосед вблизи нежели брат вдали притча 27 если это были идейные друзья твоего отца то узнай о них если это друзья не по бутылке может твоя помощь им нужна может от них какой добрый совет получишь они будут знать из какого гнезда ты какой породы научися от них рвам сын соломона стал искать среди молодых совета и веселье его кончилось горьким похмельем христос назвал апостолов друзьями торжественный момент и не нужно забывать друзей то и на беседы духовные нужно их приглашать эта трапеза ценнейшая что ты можешь предложить их душам влияние 10 сотник корнилей нашел друзей своих на такую трапезу и хотя не знал когда придет Петр уже внутренне был готов созвать и наполнить любезными друзьями весь дом военный военный был к мирной трапезе более склонен чем многие монахи ныне оратующие только за воина за великую и могучую и неделимую родину земную созвал близких друзей он же военный был корнили значит друзья бывают и не особенно близкие есть песни юность моя ты гори не сгорай юность моя ты друзей выбирай как поет она всю силу вкладывает учитесь выбирать друзей это важное дело которому родители должны учить своих детей но ничуть не бывало тут все боятся посягнуть на личность на права ребенка на свободу главное на свободу и чуть что так сразу бог сотворил человека свободным а вы не даете человеку развиваться свободно дайте ему свободу ну дают ее и с избытком а тот кому ребенок идет тот так не рассуждает он сразу же учит рабству добровольному тяжкому адскому родители сами уже не раз были обмануты или женщины брошены из-за того что доверились неводным людям так научите дитя свое чтобы с ним чего худого не было но то же самое вновь и вновь повторяется при выборе друзей и товарищей только с еще большими потерями нужно уметь другим доказать что у тебя есть друзья когда апостола Павла взяли на суд то сумел же он это доказать стражнику что у него есть в городе друзья в этом и его отпустили и сходил Павел к ним самое же важное конечно когда человек сам бог которого называет другом Яков говорит Авраам был наречен другом и бог не стыдится назвать их братьями а кто-то спросил бы Авраама есть у тебя друзья и правотец бы сказал есть сам господь бог мой друг есть легендар по Муфасаилу самого долголетнего долгожителя 969 не жил что будто бы он однажды гулял с богом луна звезды идет беседа идут и беседуют и тогда бог говорит ему пойдем ко мне Муфасаил ко мне ближе чем к тебе и взял бог себе в небесную страну конечно это всего лишь легенда но бог любит друзей своих и они обязательно будут восхищены к нему это не Муфасаилу было это я сказал неправильно Енох ходил перед богом Енох а с Муфасаилом господь говорит ну длинная жизнь показалась тебе 969 он говорит так как будто бы я в одни двери зашел через дом прошел и вышел а хотел бы еще пожить хотел а потом а еще раз умирать придется он говорит конечно тогда не хочу жить то есть смертная чаша такая тяжкая премудрость 727 это легенда премудрость одна но может все и пребывая в самой себе все обновляет и переходя из рода в род в святые души приготовляет друзей божьих и пророков ибо бог никого не любит кроме живущего с премудростью а то бог всех любит какой бы ни был считайте премудрость учит тому куда идти с кем знакомиться из истории библейской видно что не было более кровожадного жестокого человека чем еврей Давид сына Исея он изощрялся в пытках умерщая противников свой освенцем был у него для пленных со скалы сбрасывал второй царств а народ бывший в нем он вывел и положил их под пилы под железные молотилки под железные топоры и бросил их в обжигательные печи так он поступил со всеми городами аммонитскими полевым меркам это был ярый палач безжалостный и коварный но бог называет его своим другом значит у бога другие мерки и другой статус человека в очах божьих бог называет его лучшим из лучших по его сердцу Давид умел каяться и возвращаться к богу как бы далеко не уходил он приступил заповеди божьи и тяжко согрешил но снова возвращался плакал и бог принимал его прошло тысячелетие и народ чтит Давида и самое лучшее присваивает именно Давиду Иисус сын Давидов не Соломонов не Самсонов но Давидов бог спасал целые города окруженные врагом и когда бог оказывал милость слабым то добавлял что ради Давида он эту пощаду дал людям хотя к этому времени косточки Давидова сгнили давно 3000 лет назад от нашего времени 4 старств я буду охранять город сей чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего 4 старств 20 и прибавлю ко дням твоим 15 лет и от руки царя сирийского спасу тебя и город сей защищу город сей ради себя и ради Давида раба моего Псалом 131 ради Давида раба твоего не отврати леса помазанника твоего 37 я буду охранять город сей чтобы спасти его ради себя и ради Давида раба моего вот что значит быть другом божьим через премудрость только можно стать близким богу и сделать заявку чтобы быть сопричисленным к его друзьям я говорю вам приобретайте себе друзей богатство неправедным чтобы они когда обнищаете приняли вас вечные обители лука 16 глава рассмотрим есть ли у нас праведное богатство все что мы имеем это не наше если бы сейчас растения имея свой голос заговорили с нами и всякое животное то что бы могли услышать они потребовали бы свое себе что есть меховое или из шерсти отдай тем от кого реквизировали растения тянут свое к себе с нас и мы стоим как в районе до согрешения в библии считаем что и море и лес и растения имеют свой голос приобретая друзей тем что временно в нашем распоряжении в дружбе никогда нельзя переходить через границу установленной иерархии в возрастной или духовном плане в имущественном цензе каждый сверщок знает в шесток у меня был такой друг Устинов Александр Иванович он был начальником радиостанции у Рокоссовского и прошел на передовой всю войну потом был судим замом Берии Меркуловым и приговорен за веру Христову к расстрелу но Бог спас его и он вышел мы были с ним близкими друзьями и я искал всегда возможности побыть с ним если он садил картошку то я старался быть непременно в этот день с ним святой человек был герой веры были разномыслия между нами он был за церковно-славянский язык он был старообрядец белокренического согласия где и я был с ним вместе но мы никогда не расходились с главным когда я освободился то он первый приехал издалека ко мне настоящий друг всегда друг Иоанн Златоуст говорит друг это второй я с другом делишься тайными беседами посвящаешь его самое тайное но ни сыну ни жене ни брату ни другу не давая власти над тобой при жизни твоей и не отдавай другому имение твоего чтобы раскаившись не умолять о нем Серахов 33 дружба должна быть на равных признавай его превосходство учительство его богатство но власти над собой не давай с другом говоришь о самом интимном единственно тебе доверенном так Аврам говорил с Богом высказывая свои сомнения относительно правильности решения Бога истребить города Содом и Гоморру а если 50 человек а если 10 так и с Моисеем Бог разговаривал лицом к лицу исход 13 глава и говорил Господь с Моисеем лицом к лицу как бы говорил кто с другом своим но когда Моисей согрешил то Бог ему напомнил через служителя своего Архангела Михаила хотя ты и друг мой но в обетованную землю не войдешь по нашим меркам вроде бы и небольшое преступление сделал Моисей подумаешь не так сказал не так увещевал народ Бог обрещает нас не для того чтобы убить нас но чтобы привести в чувство привести к состоянию святости чувствительность иногда родители говорят что вот так-то они поступают ради детей своих допустим работают в воскресенье или не приходят в храм все некогда и не досуг но вот тут и постигают наказание в детях которые не знают даже в деталях отступничества родителей от Бога будут мстить тебе тем же им будет все некогда быть с вами помогать вам посетить вас или внезапно погибнут Бог желает нашего спасения но когда мы что-то воздвигаем на пути близости с Богом он сам устраняет эти льбрусы причин и вот тогда человек видит что на ложном основании строил свое будущее надеялись на царя у нас в России и это была уже не просто надежда на человека но та которая вырастает из проклятой надежды на человека прятали 900 лет Библию от народа придумали совершенно новую неевангельскую веру и толковали для народа вскользь и в криви священное писание Иеремия 17 глава так говорит Господь проклят человек который надеется на человека и плоть делает своей опорою и которого сердце удаляется от Господа и сказал Господь этим и таким людям Иеремия 24 глава и отдав их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных в поругание в притчу по смеянию и проклятию во всех местах куда я изгоню их ничего глупее невозможно было придумать как истолковать мысль об удерживающем полностью по отношению к русскому царю Николаю II который писал Никитису 2 в 8 ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь нет царя расстреляли снова рвутся к тому же а нужно во всем и всегда надеяться только на промысел Божий на его всеблагую заботу о нас надеялись на храмы чтобы молиться только в храме и ради храма побогаще украсить храмы вот и подоспело время изъятия церковных ценностей и полетели уже не копола только и ризы с икон но с ризами стали вешать и на царских вратах и самих служителей церкви храмы стали взрывать не худо если все 57 тысяч храмов ликвидировали и 1275 монастырей и пошли оставшиеся в живых священники в котомочках тайно понесли все свои алтари кто где примет 1 царь 30 глава пришел Давид в секилах и послал из добычи к старичным иудиным друзьям своим хороший друг тебя не бросит никогда такой друг сделал непостижимо много для своего старого друга Давида 2 царь 15 глава и пришел Хуси друг Давида в котором город а весолом же вступал тогда в Иерусалим вдруг не бросит в беде самые тяжкие какие таланты были у Хуси мы не знаем как он выглядел ничего в Библии не сохранилось говорится только что он точно слушал господина своего и исполнял его слова Давид не мог его взять с собой из-за старости Хуси Давид говорит что ему нужно знать что делается в ставке врага его там есть очень мудрый советник так вот ты по идее расстрой его замыслы что он будет там говорить тебе не осмыслит ты только против говори разрушь все что есть там будь для него контрой Ахитофил советовал немедленно продолжить военную кампанию добить Давида пока люди его демалиризованы Хуси едва ли нашелся бы что-то лучше сказать он даже добрые слова об этом совете говорит но поворотил все на другую сторону чтобы дать время Давиду перейти Иордан время было упущено и Авесолом погиб совет Ахитофила давал многогновенную и прочную победу но Бог судил иначе и сердце грешное не приняло правильного совета и мятеж вскоре был полностью ликвидирован 3 царств 5.11 и послал Хирам цартирский слух своих к Соломону когда услышал что его помазали в царя на место отца его ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь язычник был всю жизнь близок к помазаннику Божию и за это Давид не получил нареканий от Бога Хирам помогал потом при строительстве храма а разве можно дружить с язычниками тут то поможет мудрость с кем и в каких пропорциях и до каких пределов так и мы можем быть в добрых отношениях с прокуратурой с администрацией когда боремся за дело правое там могут быть друзья или те кто хорошо относится к нам Давид говорит в Солом 3.4 я во время болезни их одевался во вретище изнурял постом душу мою и молитва моя возвращалась в недра мою я поступал как будто это был друг мой брат мой я ходил скорбный с поникшую головою как бы оплакивающую мать потому что притч 17 глава друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья Сарахов 6 глава поясняет не делайся врагом и с другом ибо худое имя получает в удел стыд и позор так и грешник двоязычный припомни сколько было добрых бесед и пусть язык удержится от худых непоправимых слов встречались помогали друг другу бывают друзья только по названию так время свадьбы называют представленных с жениху и к невесте другом подружкой судей 14 глава и как там увидели его выбрали 30 брачных друзей которые были бы при нем может быть это те кто со стороны Самсона были там друзей теряем главным образом через язык открывающий тайны потерял доверие и не найдет друга по душе своей люби друга и будь верен ему а если откроешь тайну его не гонись больше за ним ибо как человек убивает своего врага так ты убил дружбу ближнего и как ты выпустил бы из рук своих птицу так ты выпустил друга и не поймаешь его не гони за ним ибо он далеко ушел и убежал как серной сети рану можно перевязать и после ссоры возможно примирение но кто открыл тайны потерял надежду на примирение если друг стал деретиком поднялся против православия то тут меч изножен поражай его сразу все это конечно же в духовном плане как было на соборах у святых отцов исход 32 глава и он сказал им так говорит господь бог израилев возложите каждый свой меч на бедро дальше прочитайте это большой стих я просто покажу вот такой стих смотрите второзаконие 13 глава еще эту главу тоже прочитайте отдельно прочитайте библия это из библии из святой библии и дальше если друг будет тебя уговаривать изменить вере немедленно предай его казни 5 февраля жития святой агафии духовно духовно у нее было много друзей когда жена обернулась сидя на казнь то никого уже не увидела неверные друзья как мошкара развеются 9 января полиевт у него был друг с которым они поклялись до смерти быть верными разные люди были они один христианин другой некрещенный язычник тут же воспринял истину крестился и был сопричастен к святым стал мучеником за христа также святой мордарий открыл крышу видит ведут мимо на касте толпу людей и один из этой когорты осужденных воскликнул вот дружина идет не скоро еще такую рождешься и мордарий слез крыши мигом простился вошел в братскую общину и был казнен 27 священников тогда сразу поймали и еще успел дорогой забежать товарищу сапожнику и попросил его посмотреть за детьми воины отбрасывают его но он вошел в середину священников как будто пошел куда-то на огород на одну минуту навсегда из биографии его ничего более неизвестно святой мордарий моли бога о нас пушкин писал друзья прекрасен наш союз сколько у него было друзей и перед смертью перемирился с царем и умер причастившись мне кажется что пушкин находится в раю лермонтов умер без покаяния без примирения царь сказал пушкину не заботься о семье я заберу заботу о ней а лермонтов тебе сказал собаке собачья смерть я не говорю о толстом а в отступнике смотрели фемью да бен гур там говорится что в мире есть однодушина дружба старых друзей удивительна дружба между Давидом и Иоаннафаном сыном Саула Иоаннафан был раздираем противоречием внутри себя дорог ему и отец и Давид Давид умел выбирать друзей и вы дети должны уметь выбирать себе друзей но сейчас я не могу сказать что вы можете выбирать себе добрых друзей если только по чашке по лепешке друзья приобретаются через дела сродство через доброе свидетельство о них самые лучшие друзья должны быть в родителях иногда родители жалуются я поила кормила его а он верю поила и кормила но другом стать не позаботилась у настоящего верующего друзей многое на земле и на небе но на небе намного больше кто достоинства творения и множество девчат и на небе и на небе и на небе первом томе открытым оком благословен господь а сегодня ты как вы начали два ролика сегодня 20 марта 2016 года решила занятия какие были в потеряевке озвучить уже просили не раз об этом они где-то там стоят в книгах не видно и считать не когда бы включил говорит послушал ну как получится отзывы мне нужны если нужно значит будем продолжать дальше темы всякие разные инструмент измена ну что только встречал вас потеряевки и там это занятие вели на открытом воздухе богу нашему славу во веки веков аминь